Телеканал КРТ представляет Менеджер одного из оружейных магазинов Джоэл Грин рассказывает журналисту, что хитами продаж являются пистолеты калибром 9 мм, помповые ружья и полуавтоматические винтовки АР-15. Многие покупают оружие для самозащиты, считая, что этот кризис будет сопровождаться ростом преступности и грабежами. Конец цитаты. И каждые несколько дней американцы узнают о новых и новых триллионах, которые готов выделить на борьбу с эпидемией Белый дом. Которому в этой благородной борьбе вставляют палки в колеса безответственные демократы. После того, как 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса, 16 марта Федеральная резервная система обнулила базовую процентную ставку, сделав максимально доступными заемные средства. 18 марта Белый дом пообещал каждому американцу по тысяче долларов. 19 марта администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса на борьбу с коронавирусом 1,3 триллиона долларов. Еще через пару дней Белый дом допустил увеличение трат на борьбу с коронавирусом до 2 триллионов долларов. 22 марта сенаторы Демократической партии заблокировали прохождение законопроекта, который на тот момент предусматривал помощь в размере 1,3 триллиона долларов. Но переговоры продолжались и министр финансов Стивен Мнучин высказал уверенность в принятии пакета мер на 2 триллиона долларов. Но вот во вторник, 24 марта, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что на смягчение экономических последствий эпидемии коронавируса власти США готовы потратить около 6 триллионов долларов, из которых 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов долларов – средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система. На фоне таких новостей к вечеру 24 марта благодарный индекс Доу Джонс вырос на 11,4%, что является рекордом с 1933 года. Неудивительно, что на фоне такого аукциона невиданной щедрости и рядовые американские избиратели дают все более высокие оценки деятельности Дональда Трампа. Так, согласно последней социологии Института Геллопа, деятельность действующего президента одобряет 49% американцев, не одобряет 45%. При этом меры Трампа по противодействию коронавируса одобряют 60% американцев. Однако, даже печатный станок ФРС, распределяющий американские долговые обязательства по обладателям зеленых бумажек во всем мире, не в состоянии справиться с длительным карантином. Неудивительно, что две крупнейшие газеты США начали кампанию по отказу от жестких карантинных мер. 19 марта в Wall Street Journal вышла редакционная статья, переосмысливая коронавирусный шатдаун с подзаголовком «Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой своего экономического здоровья». Редакция газеты утверждает, что карантин был необходим и принес много пользы. Тем не менее, цена остановки экономики растет с каждым часом. Многие крупные компании могут прожить несколько недель без дохода, но это не относится к миллионам малых и средних предприятий. При обычной рецессии США теряют около 5% национального производства в течение года или около того. В этом случае мы можем потерять столько же или вдвое больше за месяц. Очень интересно сравнение с Китаем. Ведь Китай пережил сопоставимый шок для своей экономики, но уже восстанавливается. Редакция Wall Street Journal задает вопрос, почему США не могут сделать то же самое, что и Китай. И объясняют, что китайское государство владеет огромной долей в экономике и берет потери на себя. В Америке же эти потери будут нести частные собственники и работники. У них нет государственной поддержки, на которую можно было рассчитывать. В тот же день появилась колонка в The New York Times под названием «Наша борьба против коронавируса хуже, чем болезнь». Вопросительный знак. Директора Центра профилактики Ельского университета доктора Дэвида Каца. Какие будут предложения, товарищи? Директора Центра профилактики Ельского университета доктора Дэвида Каца предлагает сдаться. Добрый доктор Каца утверждает, что вирус не так опасен, как о нем говорят, а цифры смертности явно завышены, поскольку болеет или переболело COVID-19 гораздо больше людей, чем нам известно по статистике. Более того, по мнению автора, коронавирус даже менее опасен, чем грипп, который убивает и пожилых, и детей. В качестве меры Дэвид Каца предлагает изолировать от внешнего мира людей старше 60 лет, а остальным дать переболеть в легкой форме, чтобы скорее выработался коллективный иммунитет. В таком случае не придется изымать из экономики активное население. Судя по всему, аналогичных гуманистических взглядов придерживается президент Трамп. В эфире телеканала Fox News Дональд Трамп заявил, цитата, «Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей, и при этом мы никогда не отключали из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях, и мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины». По словам Трампа, люди умирают от вируса, при этом еще больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии. А Соединенные Штаты, цитата, «не были созданы, чтобы оставаться без работы». Конец цитаты.